111 лет назад мир потрясло удивительное событие. В атмосфере Земли взорвался таинственный Тунгусский метеорит. И сегодня в гостях у нас один из главных в мире специалистов по этому феномену. Немало есть удивительных тайн, что не дают покоя пытливым исследователям на протяжении целых веков. Но самой сложной и привлекательной, несомненно, является загадка Тунгусского метеорита. Загадка это не только космическая, но и детективная. Словно гениальный преступник, внеземное тело натворило страшных дел и бесследно исчезло. Несколько тонн космического вещества взорвались в атмосфере с силой в 50 мегатонн, что соответствует мощности самой страшной водородной бомбы, созданной человеком. Или это равняется тысяче Хиросим. Неведомая сила повалила и спалила деревья на территории равной современной Москве, более чем в 2000 квадратных километров. Итак, в гостях у нас сегодня ведущий в мире специалист по Тунгусскому метеориту Виталий Александрович Ромейко. Справка. Виталий Александрович Ромейко. Ученый, писатель, фотограф, всемирно известный специалист по изучению тунгусского феномена. Организатор 25 экспедиций к эпицентру взрыва. Автор более 70 научных и научно-популярных статей о тунгусском феномене. А также 4 книг, опубликованных в России и за рубежом. Виталий Александрович, вы один из действительно уважаемых и опытнейших людей, которые изучают этот феномен. Но у каждого человека свой путь к тунгусскому метеориту. Кого-то там привели интересные книги, кого-то интересные люди, кто-то случайно начал заниматься. Вот как вы попали в эту тему? В эту тему я попал совершенно случайно, через Новый год, что называется. Празднование Нового года было. В лесу мы праздновали Новый год со своими друзьями. И наш руководитель, Краник Любарский, рассказал нам историю про тунгусский метеорит и про своё участие в этой экспедиции. И он настолько красочно это описал, что летом вместо того, чтобы поехать покорять Эльбрус, мы решили поехать в тунгусском метеориту. И он нас пригласил, астрономическое общество, участвовать в этой экспедиции. И с этого, собственно, началась моя жизнь. И 10 июля 1966 года в 10 часов утра я встал на знаменитую тропу Кулика, с которой теперь не могу до сих пор сойти. И отправился в это, я не знаю, уже многолетнее путешествие. – Какое у вас было ощущение, когда вы попали в эпицентр взрыва тунгусского метеорита, когда вы увидели вот эти избы Кулика, знаменитую Сусловскую воронку? – Вы знаете, меня поразил не это даже. Меня поразило, когда мы же ходили пешком 90 километров по тропе Кулика, и вот поваленные деревья, которые лежали вот так, как солома лежит, но они уже, конечно, возросли, но вот идёте на протяжении многих-многих километров, и видите, вот вы идёте вот через эти деревья, которые лежат, прям вот как скошенная трава. И вот это меня поразило. А уж избы Кулика, избы Кулика просто, я не знаю, меня поразило то, что мы пришли, и там совершенно как-то на нас, мало обращая внимания, работала экспедиция, самодеятельная экспедиция КСЭ, которая, кстати сказать, впервые отправилась в 1959 году искать космический корабль. – Но до сих пор ищут и корабль, и обломки метеорита? – Нет, они, надо сказать, они существенно продвинулись. Они первый же год провели совершенно потрясающее исследование, то есть они взяли с собой радиометр, целый набор, по-моему, три радиометра у них было, сделали радиальные маршруты, взяли металлометрические пробы на содержание различных элементов и металлов, и, в общем, очень хорошая работа. И после этого они стали, конечно, они уже не искали космический корабль, они действительно поняли, что эту экспедицию надо делать комплексной и пытаться понять, что это такое. Они поняли, что масштаб явлений колоссальный совершенно, что надо более современными какими-то методами, а не просто прийти и найти обломок серебристо-розу. – С серебристого металла, да. – Это непонятная фигня, которая летала над ними. В вашей книге собраны, по-моему, наиболее полно все версии по происхождению тунгусского феномена, тунгусского метеорита с высоты изучения, с высоты массива вот этой информации. Что это было? – Знаете, у меня как раз вот в этом году уже сформирована тема, к которой я выступаю и, наверное, буду писать, статья-то уже существует. Она называется «Современный портрет тунгусского метеорита». Оказывается, если подойти к этой проблеме с точки зрения современных космических исследований и астрономии, и не только геофизических всяких событий, можно прийти вполне к определенному выводу. Дело в том, что есть несколько особенностей, на которые мало кто обращал внимания. – Так. – Первое, что меня удивило в свое время, когда пролетел Челябинский метеорит, если вы помните, это был 2013 год. – Прекрасно помню. – Вот. И все бросились, значит, искать метеорит. Но, интересно, я созвонился со старым астрономом, который занимался тунгусским метеоритом, Игорь Тимофеевич Зоткин. Мы с ним в беседе пришли к одного выводу, что след этого метеорита, вернее, след этого болида, скажем так, правильнее бы называть, он был светлым, белым. А известно, что все метеориты, каменные, железные, а у нас существуют каменные, железные, железокаменные метеориты, ну, не считающие кометы, они оставляют черный след, потому что в процессе движения в атмосфере Земли происходит сублимация, там горение, сажа выделяется. И если посмотреть на фотографии, картины, мы везде видим черный след. Белый след оставляет только водяной пар. Ну, вы скажете, а как же, вот там Челябинский метеорит был найден, ведь метеорит весом 600 килограмм. – И не один кусок, причем. – На Чебаркульском, да, и не один кусок. Но тут надо подойти несколько, вот как раз подойти с несколько другой позиции. – Так, мне кажется, я понимаю, куда вы клоните. – Дело в том, что была проведена интересная совершенно экспедиция кометии Чарюмы-Герсименко. И она была с фотографией непосредственной близости. Мы её могли рассмотреть, как вот рассматривают, я не знаю, лучше, чем мы Луну рассматриваем. И на ней видны были глыбы, каменные глыбы. Я не знаю, были ли они там железными, это никто не определял. Но каменные глыбы лежали. Это говорит о том, что на поверхности ядра кометы существуют камни, пыль, ну, всё так положено. Но, с другой стороны, плотность ядра кометы составляла 0,45 грамм на сантиметр кубический. То есть, меньше плотности даже воды, намного меньше. Что же получается? Оказывается, эта ледяная глыба, она внутри вообще кристаллическая, она как мороженое. А сверху она покрыта, как мороженое, которое глазурью покрыто, она покрыта вот этой пылью, камнями. И, конечно, если ледяная глыба врывается в атмосферу Земли, она будет, естественно, таять. Конечно, что-то будет гореть. Вместо оставлять паровой белый след. Ну, конечно. Но, тем не менее, обломки камней обязательно где-то выпадут. То есть, то, что мы в Челябинске наблюдали, это скорее... Это фактически было ядро комета. Ядро комета, да. Тот же Игорь Тимофеевич Зоткин в своё время обнаружил, что полёт тунгусского тела, ну, будем называть метеорит, так проще понимать, он шёл со стороны Солнца. Кстати, по яркости он был сравним с Солнцем. Ну да, все говорят, что... Там почти 800 километров. ...зажглось второе Солнце, да. И вот, представьте, все говорили, что след был белый. Никто не сказал, что там след был радужный даже иногда, потому что он иризировал. Есть такое явление в кристаллах льда иногда. Самое главное, что он двигался с определённой точки, которую называют апексом. То есть, точка, из которой движется это тело, называется апексом. И когда он сравнил с каким-либо космическим метеорным потоком, то оказалось, что это метеорный поток, известный метеорный поток, аквариды. Летние. Он связан с кометой Энки-Баклунда. Это известная комета. Которая раз в 3-3 десятых года подлетает к Солнцу. И вот осколок, видимо, этой кометы, она разделилась. И я нашёл в литературе уже в 1908 году наблюдение Макса Вольфа, такой был старый астроном, директор обсерватории в Германии. Он непосредственно наблюдал разделение этой самой кометы. Очень любопытный материал. И вот всё, когда я сопоставил все эти факты, то, в общем-то, всё очень походит на правду, что мы получили в подарок вот этот осколок этой кометы. Гром, встрепенулась тайга и затихла. Пламя, свет солнца ослаб и померк. С грохотом мчится по небу светило. Сыплются искры и тянется след. Жуть, тишина. Лишь удары несутся. Пламя поднялось у края небес. Там у тунгусов олени пасутся. Валит там воздухом девственный лес. Мечутся звери. В смятении люди. Рёв и проклятие. А небо гремит. Где же виновник всех этих явлений? Где же тунгусский наш метеорит? В принципе, я думал, что мы будем хранить интригу до конца нашей программы. Но, похоже, тайну тунгусского метеорита мы немножечко уже как бы и раскрыли. Ну, не совсем. Не совсем. Мы ещё до конца не договорились. Не договорились. Есть интересный аспект для этого. Хорошо. То есть, в принципе, велика вероятность, что в атмосферу Земли вошла часть ядра кометы, состоящая из льда, космического льда, и обломков камней и, возможно, какого-то железа. Это, собственно, объясняет, почему за тунгусским метеоритом шёл белый след, а белый след – это след водяного пара. А обычно, если железные или каменные метеориты врываются в атмосферу, мы видим чёрный след, как будто это подбитый самолёт. Хорошо. То есть, это у нас всё-таки, возможно, обломок ядра кометы. Хорошо. Возможно, мы оставляем это, так сказать, возможность другой гипотеки. Так, но вы говорите, что что-то ещё интересное есть. Нет, и мы продолжим это в конце. Так, хорошо. И скажем, где искать это дело. Хорошо. Ну, вы понимаете, что гипотез, первая гипотеза, кстати сказать, интересно, что первую гипотезу выдвинули ивенки. Ну, насколько я знаю, они списывали на проделки бога огня и грома. Бога огды. Они говорили, что за неправедное поведение их бог огды, бог огня, это, по сути дела, ивенкийский зевс, он их наказал. Не, ну, там же староверы ещё говорили, что всё, пришёл конец света. Наконец, там же было много староверов тоже, да? Да, да. Вот апокалипсис, покайтесь, да, они тоже видели, что типа Господь. На горе было очень много староверов. Да, действительно так было. Собственно, вот первое свидетельство о тунгутском феномене, описанное в томской газете «Сибирская жизнь» от 29 июня 1908 года по старому стилю, которое позвало Кулика в дорогу. В половине июня, около 8 часов утра, в нескольких сажениях от полотна железной дороги, близ разъезда Филимонова, не доезжая 11 верст до Канска, упал огромный метеорит. Падение его сопровождалось страшным гулом и оглушительным ударом, который будто бы был слышен на расстоянии более 40 верст. Поезд был остановлен машинистом, и публика хрунула к месту падения далекого странника. Но смотреть ей метеорит ближе не удалось, так как он был раскален. Метеорит почти весь врезался в землю, торчит лишь его верхушка. Он представляет каменную массу беловатого цвета. В Европе среагировали на это событие по-своему. Вы знаете, наверное, что в ночь с 30 на 1 июня не наступила ночь, как в Европе. Да, там получилось, что белая ночь, причём настолько ярко, что можно было спокойно читать газеты. Это была моя научная тема. Я занимался именно оптическими аномалиями, поскольку я занимаюсь серебристыми облаками, редким таким явлением. И, кстати, серебристых облаков тоже там много наблюдалось. Это очень важно. И оказывается, в ночь, через 15 часов после взрыва Тунгусского метеорита, а взрыв произошёл 30 июня 1908 года, в 7 часов 15 минут туда. Через 15 часов в Европе ждали, что все хотели, ожидали, что наступит ночь. Но вот представьте себе, ночь не наступила во многих городах. В частности, наверное, самое аномальное было явление – это в Германии. Люди не могли заснуть, потому что было светло, можно было читать газеты на улице, можно было фотографировать в Англии. Вот снимок сделали порта, например. Да, фотографии есть. Фотографировали. Люди просто ходили по городу. И когда я провёл работу по анализу яркости этих аномалий, то оказалось, что в Германии этот естественный фон был превышен в 7,5 тысяч раз. Ничего себе. Вот представьте себе. Ну, хорошо. Дело в том, что… Площадь аномалий, я сразу скажу. Площадь оптических аномалий была 12 миллионов квадратных километров. Вы представляете себе? Вот эта гигантская совершенно площадь. С трудом представляю. Вся Европа и часть европейцев до Урала практически. До Урала, да. Белые ночи. Ну, хорошо. Причём тут же есть ещё особенность, то, что вот эти вот странные свечения и странные серебристые облака, они же наблюдались ещё и до падения Тунгусского метеорита, если я ничего не путаю. Да, но тут, может быть, мы немножечко отвлечёмся, но я могу сказать, что поскольку я занимаюсь серебристыми облаками, это моя научная работа, с которой мы исследуем этот феномен и, в общем, события особенно активно. И дело в том, что 30 июня – это максимум появления серебристых облаков вот в северном полушарии. То есть, они начинают появляться где-то в начале июня, но в первых числах июня, иногда в конце мая, а завершается это появление, как правило, в конце июля, даже в августе. И вот 30 июня – это, в общем, их максимум. И поэтому, конечно, когда стали собирать данные о Тунгусском феномене, туда пошло всё, что можно было собрать. Туда пошли яркие болиды, падение каких-то метеоритов, как горлык, вот, например, 25 июня упал метеорит на Украине. И всё это было собрано до единой кучи. Я даже вывел такую вот интересную особенность. Я считаю, что всякое большое крупное событие, которое происходит, оно привлекает к себе все мелкие события. И поэтому мы получаем не только основной, так сказать, материал, но мы получаем кучу мусора, который лежит рядом. Ну, собственно, вы совершенно правы. И количество версий по поводу природы Тунгусского метеорита, оно тоже это дело как бы объясняет. Очень много версий, которые действительно не выдерживают никакой критики. Ну, хорошо. После падения Тунгусского метеорита наступают аномальные ночные свечения. Почему? Три дня. Три дня. И гаснет. И гаснет. Но что интересно, не по всему земному шару, а гаснет только вот в этой части, вот в европейской части России и в Европе. Но объяснить это можно следующим. Вот я не знаю, я такое объяснение взял, что произошло, во-первых, это было достаточно условий для образования серебристых облаков, и должна быть температура атмосферы на уровне 80 километров, там, где находится мезосфера, так называемый слой. Это уже пограничный слой атмосферы Земли. Там самая низкая температура вообще на Земле. Она достигает летом минус 120-140 градусов. Именно это условие дает возможность образоваться кристаллом льда. Воды там очень мало, она попадает туда очень сложным путем. Космическая пыль попадает, и на космической пыли происходит кристаллизация, и образуются вот эти облака. Светятся они за счет того, что их освещает Солнце. Солнце очень низко под горизонтом, и освещает верхние слой атмосферы. И вот в этом-то, собственно, и лежит особенность. Дело в том, что когда произошел взрыв, а взрыв Тунгусского метеорита ведь был колоссальным. Гром, земля гудела, чумы полетели в воздух, и они их там подбросило всех, и оленей. Там оленей, там целое стадо, и олени тушами лежали, все погибшие. Да, сгоревшие, даже сгоревшие. Были шкуры сгоревшие. Верхняя оценка – это 50 мегатонн, 50 миллионов тонн. Вот представьте себе. Это равняется мощности самой мощной водородной бомбы, взорванной в историю человечества. Царь-бомба, так называемая. Царь-бомба, да. И вы представляете, этот взрыв был настолько колоссальным, что ударная волна, которая пошла вверх, мало того, что она часть вещества вообще, в смысле, часть энергии выплеснула вообще в космическое пространство, но, кроме всего прочего, по мезопаузе, вот по этому слою, распространилась эта ударная волна, и охладила вот этот слой, еще более сделала холодным. Ну, то есть... И повсеместно стали появляться серебристые облака, которые отражали свет. Они как зеркало работали фактически, и поэтому было достаточно светло. Но, кроме этого, конечно, наверное, была и пыль, или что-то еще было. Но это вот, к сожалению, не очень изученный вопрос. Ну, вот это подтверждение версии именно ледяного ядра кометы, да? Да, это подтверждение. Потому что ни один метеорит этого не объясняет. Никакой метеорит, никакой космический корабль вам не даст. То есть, должен быть лед, чтобы объяснить вот эту ситуацию. То есть, перенос вещества там нереален был. Ну, да. На это расстояние. Там 3,5 тысячи километров до Европы. Ну, это мощнейшее, да, мощнейшее взрыв. Хотя там ветра сильные дают. Ветра, да. Ну, особенно вверху, да. Мы остановились, опять же, на версии, что Тунгусский метеорит, на самом деле, это ледяное ядро кометы, которое взорвалось в атмосфере Земли. Это, в принципе, объясняет те странные события, которые наблюдались в мире. После вот этого взрыва Тунгусского метеорита, то есть, это серебристые облака, это белые ночи на огромной территории Земли. Основными версиями, что же такое Тунгусский метеорит, кроме ледяного ядра кометы, есть еще нестандартный метеорит, вторая версия. И третья версия, которую безумно любят все и, собственно, является причиной, почему так популярна эта тема, это все-таки НЛО. Ну, не совсем НЛО, но исторически сложилось так, что первая гипотеза, которая была выдвинута, она все-таки имела Кулик. Леонид Кулик, первый исследователь, он искал метеорит. Причем, не много, не мало, как железный. Железный, да. А почему? Потому что в коллекциях всего мира самые крупные метеориты были железными. Ну, потому что каменный метеорит достаточно сложно найти, он не всегда отличим. Но что интересно, во все это ворвался инженер, в то время инженер Казанцев, писатель, который написал в 1946 году, написал в журнале «Техника молодежи» рассказ «Взрыв», в котором предположил, что на месте Тунгусской катастрофы взорвался космический корабль инопланетян, который летел к нам с Марса. Да, и причем у него был ядерный двигатель. Что интересно, что Казанцев при всем, при том, Казанцев первый выдвинул предположение, очень интересное, и оно оправдалось, что взрыв был высотным, что не надо искать этой ямы от метеорита. Это первое. Собственно, большая ошибка Кулика в том, что он искал именно кратер. Да, он искал, копал, там очень много, и это очень сложная была его жизнь в этом плане. Вот, и Александр Казанцев написал настолько интересное произведение, он дальше написал уже роман целый. Этот роман он вдохновил, особенно когда первые запуски искусственного спутника, и там человек полетел, и особенно искусственный спутник, когда он полетел, в Томске целая группа людей, молодых студентов и преподавателей решили искать этот космический корабль. И не только. Например, один из лекторов планетария, Феликс Зигель, он предположил, он исследователь НЛО был, летающих тарелок. Да, у него книги даже есть. И он выдвинул гипотез, что это было НЛО. Почему? Потому что, оказывается, есть проблема, откуда летел Тунгусский метеорит. Небо открывалось, полоса шла с юга на север, конец полосы был острый, затем она к земле полетела и раздвоилась. Толчков было пять или шесть, тук, 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 окна дрожали, а у кого были слабые, вылетели. Одни говорят, что он летел с востока на запад, есть южная траектория, а Зигель решил очень просто, что он летел с юга на север, потом повернул, сделал резкий разворот и полетел. Ну, то есть маневрировал, значит, искусственный. Да, значит, искусственный. Вот, поэтому вот эта гипотеза, она, конечно, имела место быть. В действительности, вот, такие классические гипотезы, которые всегда излагают, кометные, метеоритные, и, как ни странно, вот эта космическая гипотеза с космическим кораблем. Почему? Оказывается, был такой интересный человек, исследователь, Алексей Васильевич Золотов. Да. Он, специалист по радиации, защитил диссертацию на тему, что взрыв был не кометы и не метеорита, а что он был каким-то иным. Он не называл, что это был космический корабль. И опубликовал целую работу, которую он защитил, эту диссертацию, и опубликовал целую книжку, есть, вот, Томбусский метеорит. Его же критиковали за то, что он факты за уши подтягивали. Ну, знаете, критиковали всех. Ну, тоже верно. Я считаю, что в этом вина, основная вина этого учёных в том заключается, что они сразу не поставили жирную точку в этом вопросе. Если бы они сказали, это метеорит, всё, никаких гипотез не было, никаких фантазий не было бы, а так всё стало расцветать какими-то пышными махромами, так сказать, цветами фантастическими, и гипотезы посыпались как из рога изобилия. Ну, хорошо. Главный вопрос. Если это всё-таки атомный ядерный взрыв, где же тогда радиация? Вот. Это тоже, это вопрос очень важный во всей этой теме. Вы знаете, что уровень радиации там ниже, чем в Москве? Да, знаю. Вот. Там 11 микроэнген. Это меня тоже удивило сильно. Да, вот так-то. Ну, значит, не может быть там атомного взрыва? Да, вот, представьте себе, не может. Вот так строится вопрос с космическим кораблём. Когда Золотов Алексей Васильевич побывал на месте катастрофы, он написал отчёт, чуть ли не 200 страниц, доказывая, что это тело летело вот непосредственно около Земли, летело уже со скоростью 2 км в секунду. Не 20 км, а 2 км в секунду. А это значит, взрыв не мог быть тепловым обычно. А он говорил, что этот взрыв был уже за счёт внутренней энергии. И когда Королёв прочитал, он как читал? Он читал начало этого отчёта и конец. И сказал, а это что? Ну, а всё может быть, ребята, пишите заявление, что вам нужна материальная помощь, нам нужно ещё туда перекинуть два вертолёта, ещё там солдат каких-то, которые для связи нужны. И он финансировал эту экспедицию таким образом. Но ничего не нашли. Они ничего не нашли. Хотя, как есть такое поверье, у всех исследователей Тунгусского метеорита на месте, там настолько интересная работа, что там есть убеждение такое, что если мы его найдём, мы его обязательно закопаем, чтобы продолжать эти исследования. Чтобы продолжать его, так сказать, искать кавычки. Но в действительности я могу сказать, что вот в последнее время есть шансы что-то обнаружить, потому что появились новые факты. Вот давайте об этом поговорим. Ну, в общем, здесь мы ставим точку всё-таки, к сожалению, не инопланетяне. Ну, всё может быть. Всё может быть. Ну, хорошо. Мы оставляем как маленький процент. Место, где взорвался Тунгусский метеорит, то есть эпицентр, искать там ничего бесполезного. Как искать, скажем, там снарядов в воронке, за сколки его. Ясно, что он улетел либо вперёд, либо где-то, как обычно, метеориты выпадают по эллипсу рассеяния, есть такое понятие. Некоторые крупные глыбы выпадают вначале, до эпицентра взрыва, а некоторые пролетают дальше. Это эллипс рассеяния. Так вот, в 1977 году один из геологов, он обнаружил на территории заповедника Тунгусского, в восточной части, северо-восточной части, обнаружил совершенно необычный кратер. Когда он это описал и рассказал мне, мы непосредственно в 2010 году предприняли попытку найти этот кратер. Кратер представлял себе примерно с внешней, это примерно 100 метров, оплавленный кратер. Он глубиной несколько десятков метров. И самое главное, что там, когда он его осматривал, он был поражён, как геолог был поражён, он никогда не видел, что было столько оплавленных камней там лежало. И он сказал, что это очень свежая воронка. Ну, свежая в геологическом плане. В геологическом плане. Она очень свежая, то есть настолько, что там просто оплавленные. И он через какое-то время всё-таки об этом сообщил и попросил нас исследовать её. Мы предприняли попытку, сделали с вертолёта туда, нас сбросили как десант туда, 5 человек. Но там искать очень тяжело, потому что летом зелёнка сплошная, ходить по тайге тяжело, потому что там ещё прошёл пожар 1994 года, поваленные деревья, в общем, всё проросло. Найти этот кратер нам не удалось. Но мы по-прежнему, так сказать, полны желанием это сделать. Но более интересные данные совсем недавно поступили. Ещё один исследователь оказался в этом районе в 5, примерно, 6 километрах от этой воронки. Он нашёл целую область с железом и с оплавленным стеклом на поверхности. Ну, они тоже были присыпаны уже так. И привёз образцы. Но он как-то об этом не очень любит рассказывать. Но образец всё-таки ко мне попал. Может быть, его удастся как-то отдать на анализ. Я уже, в принципе, договорился. И вот у нас появился такой проект, попробовать осуществить такую экспедицию и поискать. А чем, чёрт не шутит, а вдруг мы окажемся в этом районе? Он ещё интересен тем, что была такая загадка знаменитого восточного вывола. Оказывается, местные жители сообщали, что... Вдруг раздались удары, как бы пушечные выстрелы. Конь упал на колени. С северной стороны над лесом вылетело пламя. Ну, я подумал, не приятель стреляет. В ту пору о войне говорили. Потом вижу, еловый лес ветром пригнуло. Ураган, думаю. Схватился за саху обеими руками. Ну, чтобы не унесло. Ветер был так силён, что снёс немного почвы с поверхности земли. Помимо основного повала деревьев, который занял площадь больше, площадь Москвы, полторы, примерно, площадь Москвы, 2150 квадратных километров, есть ещё восточный вывол, который никто не исследовал. И его, поскольку не исследовали, он уже, наверное, прогнил весь, исчез. Но он тоже находится на востоке. И вот эти вот три события нас очень привлекают. Мне кажется, можно сделать попытку всё-таки что-то найти. Хотя, конечно, надо искать и по траектории полёта. Ну, кстати, вот по траектории полёта... Там Коваль у нас. Да, Владимир Коваль, наш специалист, которым наша экспедиция была на Тунгусске, и мы тоже пытались найти. Но, в принципе, мне очень запомнилась его фраза, то, что когда мы вот по рекам вот этим сплавлялись, и он говорит, что вот здесь вот пролетал Тунгусский метеорит. По Кимчи, по Чуни. Да, по Кимчи, по Чуни. Говорит, в принципе, говорит, возможно, вот этот вот камень, на котором вы стоите, это тот же самый обломок Тунгусского метеорита. Но просто без анализа, без приборов невозможно это определить. Всё может быть. Почему? Потому что каменные метеориты, вы знаете, они абсолютно неотличимы от обычного... Тем более по прошествии 111 лет. 111 лет. Так что эта загадка может быть решена. Да. И всё-таки мы верим, что этот Тунгусский метеорит рано или поздно будет найден.